Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня у нас 11 января 2019 года. Продолжаю начитывать книгу «Золотые руки» Бена Карсена, известного нейрохирурга. Глава 14. Девочка по имени Миранда. — Наша последняя надежда теперь только на вашу больницу, — сказала Терри Франциско. Она старалась говорить спокойно. — Мы были у множества врачей в разных больницах, но никто там ничем не мог помочь нашей дочери. Прошу вас, вылечите ее. Позади были долгие и нестерпимо тяжелые три года. Недели складывались в месяцы, и страх сменялся отчаянием. Миссис Франциско привезла дочь в почти безнадежном состоянии, фактически при смерти, к доктору Джону Ферремену сюда, в больницу Джона Хопкинса. Впервые увидев темноволосую Миранду Франциско в 1985 году, я еще не догадывался, какую роль она сыграет в моей профессиональной деятельности. Оперируя девочку, я сделал свою первую гемисферктомию. И тут дает ссылка, что это такое означает. Процедура, известная как гемисферктомия, была опробована около 50 лет назад доктором Уолтером Данди, одним из первых нейрохирургов в больнице Джона Хопкинса. Харви, Кушинг, Уолтер Данди и Эрл Уолкер, три величайших нейрохирурга, последовательно начиная с концов 1900 года, работали над ней в больнице Джона Хопкинса. Данди попытался осуществить гемисферктомию у пациента с опухолью, но тот умер. В 30-х и 40-х годах гемисферктомию делали многие хирурги. Однако тяжелые побочные эффекты и высокая смертность быстро привели к тому, что она стала непопулярной. В конце 50-х ее снова начали применять при детских гемиплегиях, сопровождающих припадками. Опытные хирурги опять принялись делать операции, потому что теперь значительную помощь оказывала ЭЭГ. Это касалось множества пациентов, у которых все патологические электрические явления локализировались в одном участке мозга. Хотя число удачных операций было невелико. Хирурги теперь лучше справлялись с такими побочными явлениями, как высокая температура. Число операций дошло до 300. Однако развитие болезни, состояние больных после операции и высокая смертность повернули дело вспять. Многие пациенты умирали в операционной. У других развивалась гидроцефалия или оставались сильные неврологические нарушения. И они либо умирали, либо становились физически неполноценными. В 40-х годах врач из Монреаля Теодор Расмуйсен изучал то заболевание, которым страдала Миранда. Он узнал, что болезнь концентрируется в одном полушарии и отражается на противоположной части тела. Дело в том, что левая половина тела контролируется преимущественным правым полушарием и наоборот. Врачи никак не могли понять, почему воспаление остается в одном полушарии и не перекидывается на другое. Расмуйсен, веривший в пользу гемисверктомии, продолжал ее делать, тогда как все остальные хирурги отказались от нее. Миранда Франциско родилась нормальным ребенком. Первый серьезный припадок случился с ней в 18 месяцев. Решили, что это эпилепсия, которую иногда называют электричеством бурей в мозгу. Две недели спустя с Мирандой случился второй тяжелый приступ. И врач назначил ей противосудорожное лечение. К четвертому году жизни припадки наступали все чаще и чаще. Их характер изменился. Теперь судороги охватывали только правую сторону тела. Девочка не теряла сознание. Судороги имели локальный характер. Их источником являлись патологические процессы в левом полушарии мозга. И захватывали они только правую сторону тела. После припадка у Миранды оставалась слабость в правой стороне тела. Иногда в течение двух часов она не могла разговаривать. К тому моменту, как я услышал о ней, у Миранды бывало до ста приступов в день. Каждые три минуты. В результате чего правая часть тела полностью не функционировала. Приступ начинался с дрожания правого уголка рта. Затем начинала дрожать вся правая половина лица. За этим следовали судороги в правой руке и ноге. Потом вся правая часть тела не выходила из-под контроля. Потом наступало затишье. Она не может самостоятельно есть, рассказывала нам ее мать. Опасность шока была столь велика, что Миранду начали кормить через вставленную в нос трубочку. Хотя приступы затрагивали только правую часть тела, Миранда не могла ни гулять, ни разговаривать, ни есть, ни учиться. И постоянно нуждалась в лекарствах. Как писал Вашингтон-Пост журналист Дон Колбурн, Миранда жила короткими промежутками между судорогами. Приступы прекращались только во время сна. Когда болезнь обострилась, родители Миранды начали возить ее к разным специалистам. И каждый ставил свой диагноз. Многие терапевты считали, что это эпилепсия с умственной отсталостью. Каждый раз семья приезжала в новую клинику или к новому врачу с надеждой, а уезжала полное разочарование. Родители перепробовали различные лекарства, диеты, и по совету одного доктора поили девочку дважды в день крепким кофе. «В разное время моя дочь принимала 35 различных лекарств», рассказывала Терри. «Часто они оказывали такое воздействие, что она даже не узнавала меня». Все же Луис и Терри отказывались признать безнадежным свое единственное ребенка. Они все время искали новые возможности, перечитывали всю литературу по медицине, какую только могли найти. Луис Франциско заведовал супермаркетом, и их доход весьма скромный, но это не могло заставить их отступить. «Если есть хоть одно место, где могут вылечить Миранду, мы его найдем», — говорили и они. Зимой 1984 года родители Миранды наконец узнали причину болезни их дочери. Доктор Томас Рейли из детского эпилептического центра при детской больнице Денвера после консультации с другими детскими невропатологами предложил возможное объяснение. Энцефалит расмусена — крайне редкое встречающееся воспаление мозговой ткани. Болезнь, прогрессирующая медленно, но неуклонно. Рейли знал, что если диагноз поставлен правильно, времени для лечения осталось очень мало. Энцефалит расмусена постепенно ведет к полному параличу одной стороны тела, замедленной умственной деятельности и смерти. Только опираться на мозге давала хоть какую-то надежду спасти Миранду. В Денвере девочку ввели в барбитуратовую кому на 17 часов, надеясь, что с остановкой всей мозговой активности прекратится и активность приступов. Однако, как только Миранду вывели из комы, припадки возобновились. Теперь, наконец, стало понятно, что причина эпилепсии связана не со вспышками электрической активности в мозгу, а с прогрессирующими нарушениями, что также было доказательством в пользу энцефалита расмусена. Рейли положил Миранду для диагностики в медицинский центр Калифорнического университета Нийского в Лос-Анджелесе, в ближайшую больницу, занимающуюся лечением энцефалита расмусена. В биопсии мозга полностью подтвердила диагноз. А потом семья получила самый суровый удар. Врачи сказали, что болезнь нельзя излечить операционным путем, и они ничего не могут сделать. Если бы не упор со родителей, этот приговор мог стать концом истории Миранды. Но Террия Франциско хваталась за любые возможности. Она связывалась со всеми специалистами по судорогам, о которых только слышала. Если данный специалист не мог ей помочь, она спрашивала, не знает ли он кого-то еще. В конце концов, кто-то порекомендовал ей обратиться к доктору Джону Фримену из больницы Джона Хопкинса, потому что он был известным специалистом по судорогам. Террия Франциско по телефону все описала заведующему детской неврологии. Закончив, она услышала самые ободряющие за последние месяцы слова. «Похоже, Миранда может стать хорошим кандидантом на гемисферктомию», сказал доктор Фримен. «Вы так думаете? Вы считаете? Вы считаете, что сможете нам помочь?» спросила Терри, боясь после стольких разочарований даже произнести слово «лечение». «Я считаю, у нас есть шансы», ответил доктор Фримен. «Пришлите мне все анализы, результаты компьютерной томографии и вообще все, что у вас есть по истории болезни». Когда гемисферктомия еще не впала в немилость, Джон работал в Стрэндфордской университетской больнице. Сам он ее не делал, но знал два случая успешных операций и считал, что это вполне допустимое и потенциально успешное хирургическое вмешательство. Не осмеливаясь надеяться, мама Миранды сделала копии всех анализов и в тот же день выслала их авиапочтой. Когда Джон Фримен получил материалы, он очень тщательно их изучил, а потом сказал мне, «Бен, я хотел бы, чтобы ты на это взглянул». Он протянул мне анализы, дал время тщательно их просмотреть, а затем пояснил. «Существует процедура гемисферктомии, о которой, как я думаю, ты никогда не слышал». «Нет, отчего же, я о ней читал», – ответил я, «но уж точно никогда не делал». Я узнал о ней случайно. Стремительно проглядывая медицинский журнал, увидел статью о гемисферктомии и бегло ее прочитал. Автор отзывался об этой операции не слишком оптимистично. Но, видимо, доктор Фримен надеялся, что гемисферктомия спасет ребенка. «Вы действительно настолько доверяете этой процедуре?» «Да». Джон взглянул мне прямо в глаза. «Как ты считаешь, сможешь прооперировать девочку?» Я задумался над ответом, а Джон стал объяснять мне, по каким причинам он считает, что хирургическая операция может обойтись без ужасных последствий. «Звучит убедительно», – ответил я, уже готов к бою. «Однако бежать, потеряв голову в операционную, я не собирался. А перед новой операцией, как и Фримен, хотел узнать о ней побольше». «Я почитаю соответствующую литературу, а потом дам окончательный ответ». С этого дня я начал читать статьи, детально разбирающие последствия. Значительное осложнение или смертельный исход. Затем я много думал о самой процедуре операции. Изучал результаты компьютерной томографии и различных тестов, которым подвергали Миранду. В конце концов я смог сказать так. «Джон, я не уверен, но кажется, это возможно. Необходимо только до конца еще раз все продумать». Мы с Джоном продолжали обсуждать и изучать данные анализов. И в конце концов позвонили миссис Франциско и объяснили ей, почему мы решили делать гемисферктомию. Мы ничего не обещали, и она это понимала. «Привозите ее на осмотр», – сказал я. «Только после него мы сможем дать определенный ответ». Я был взволнован в будущей встрече с Мирандой и обрадовался, когда несколькими неделями спустя родители привезли ее к нам в больницу на подробное обследование. Увидев удивительную приятную девочку, я ощутил весь ужас ситуации. Миранда тогда, четырехлетняя, родилась в Денвере и обычно говорила «Я из Денверада». После полного обследования, множества консультаций с Джоном Фрименом и другими специалистами, я был готов к решению. Отец Миранды к тому времени должен был вернуться домой, на работу, поэтому беседовал с Терри Франциско. «Я попытаюсь сделать гемисферктомию», – сказал я ей, «Но хочу, чтобы вы знали, я впервые в жизни буду делать такую операцию. Очень важно, чтобы вы понимали это». «Доктор Карсон, что-то, хотя бы что-то вы можете сделать, все остальное испробовано». «Это опасная операция. Миранда может умереть на операционном столе». «Я старался не запугивать ее, чувствуя, как страшно эти слова должны звучать для матери. Тем не менее, я знал, что обязан изложить ей все за и против. Последствия могут быть ужасными, включая выраженную пожизненную умственную недостаточность. Я старался говорить спокойно, чтобы не испугать Терри, но и не хотел подавать ложные надежды. Мы встретились глазами с миссис Франциско. «А что будет, если мы не согласимся на операцию? Ей станет хуже, и она умрет». «Не велик же у нас выбор. Если для нее есть хоть какой-то шанс, пусть самый маленький». На открытом лице Терри ясно читались ее чувства и то, как трудно ей дается решение. «Да, пожалуйста, сделайте операцию». Перед операцией прилетел Льюис. Оба родителя присели рядом с дочерью. Терри на голове куклы показала Миранде, где я буду делать разрез, и даже нарисовала на кукле эту линию. «А еще тебе ненадолго придется сделать настоящую короткую прическу». Миранда хихикнула. Эта идея ей понравилась. Девочка поняла все, что ей было доступно в 4 года. Терри спросила. «Если ты хочешь чего-нибудь, особенно после операции, моя радость, скажи мне». Миранда устраивалась на маму карими глазами. «Чтобы больше не было приступов». Терри обняла дочь, слезы брызнули у нее из глаз. Она обнимала ее так, будто не хотела отдавать ее сейчас никому. «Мы все этого хотим». Вечером накануне операции я зашел в игровую комнату детского отделения. Мистер и миссис Франциско сидели на краю площадки для игр. Специально выгороженного пространства, которое особенно нравилось детям. Посреди комнаты стоял маленький жираф на колесиках. По полу были разбросаны грузчатые автомобили. Кто-то выстрелил всех зверей вдоль стеночки. Миссис Франциско спокойно и бодро поздоровалась со мной. Я был изумлен ее спокойствием и ярким блеском глаз. Ее твердость подбодрила меня. Теперь я знал, что у меня в душе мир, и она готова принять все, что случится у нее в душе. Миранда играла рядом. Хотя во время консультации я уже говорил родителям обо всех возможных осложнений, я хотел, чтобы они услышали это еще раз. Я сел рядом с ними на бортик площадки и спокойно, медленно описал шаг за шагом всю операцию. Вы уже имеете представление обо всем, что мы будем делать на основании беседы с детским невропатологом. Мы предполагаем, что операция продлится около пяти часов. Может быть у миранды откроется сильное кровотечение, и она умрет на операционном столе. Возможно, она останется парализованной и не сможет говорить. Кровотечение, инфекции и многие неврологические осложнения очень вероятны. С другой стороны, возможно, все пройдет хорошо, и она никогда уже не будет страдать от приступов. У нас нет магического кристалла, и мы ничего не знаем заранее. Спасибо за объяснение, твердо прервала миссис Франциско. Я поняла. Вам необходимо знать еще одно, добавил я. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли. Если мы ничего не сделаем, состояние миранды все время будет ухудшаться, и ей придется оставаться в больнице, а потом она умрет. Мать только кивнула, слишком взволнованная, чтобы говорить, но я понимал, что она пытается осмыслить мои слова. Рикс для Миранды огромен. Поражение на левой стороне ее доминантном полушарии. У большинства правшей левое полушарие доминантно в отношении речи, языка, двигательных активностей правой стороны тела. Я хочу подчеркнуть, сказал я и сделал паузу, чтобы они наверняка поняли. Главный риск, если она выживет после операции, состоит в том, сможет ли она говорить или останется полностью парализованной на правую часть тела. Я хочу, чтобы вы ясно представляли себе то, с чем, возможно, придется столкнуться. Доктор Карсон, мы знаем, каков риск, ответил Льюис. Что должно случиться, то случится. Это наш единственный шанс, доктор Карсон. Без операции она может умереть прямо сейчас. Перед тем, как уйти, я сказал родителям. А теперь я вам даю домашнее задание. Я всегда даю его пациенту и его родным перед операцией. Какое угодно, ответил Терри. Мы сделаем все, что вы хотите, добавил Льюис. Помолитесь. Я полагаю, именно это нам поможет. Да, да, воскликнула Терри и улыбнулась. Я всегда так говорил родителям, потому что сам верил в молитву. И еще не встречал кого-либо, кто стал бы спорить в этом со мной. Хотя я всегда избегаю религиозной дискуссии с родителями, но никогда не забываю напоминать им, что Бог и Его любовь здесь с нами. И казалось, что тех немногих слов, что я говорил, было достаточно для веры человека. Возвращаясь домой, я немного встревожился, обдумывая ход операции и возможность несчастного исхода. Я поговорил об этом с доктором Лонгом, который признался мне, что он однажды делал гемосферктомию. Тогда шаг за шагом проверил я с ним всю процедуру, только потом сообразив, что так и не спросил, был ли успешным его единственный опыт. Миранде грозило множество осложнений. Но я давно уже понял, что Бог никогда не ставит мне ни напрасных задач, от которых мог бы меня избавить. Беспокоиться попусту я не собирался. Я придерживался такого принципа. Коль впоследствии нашего бездействия кто-то может умереть, значит, мы не ухудшим положение, если попробуем что-то сделать. Мы были убеждены, что Миранде терять нечего. Без гемосферктомии смерть наступит быстро и неизбежно. А в случае успешной операции у этой симпатичной девочки появлялся шанс выжить. В конце концов я сказал, Боже, если Миранда умрет, она умрет, но мы будем знать, что сделала для нее все, что могли. С этой мыслью в моей душе восстарился мир, и я отправился спать. Слава тебе, Боже наш, слава тебе.